Добрый вечер дорогие наши друзья, добрый вам вечер проект Откровения и я снова на ваших телевизионных экранах. Ну самое время сегодня было пригласить в нашу студию Светлану Кравченко. Это кроме того, что роскошная женщина, это человек, я не знаю, ну талант ее невозможно просто оценить, это безграничный талант абсолютно. Я изволю сегодня, наверное, просто все эти регалии зачитать, потому что у нас в студии сегодня театральный художник, графический дизайнер, акварелист, замечательный просто художник и вам аплодисменты, добрый вечер вам. Добрый. Безумно рад вас видеть и выставку. Вообще гордитесь своей выставкой? Конечно. Моменты, почему моменты? Моменты, потому что в нашей жизни мы всегда запоминаем какие-то моменты. Иногда они хорошие, иногда не очень хорошие, но она состоит, наша жизнь, из моментов. Поэтому я представила моменты, которые тронули меня, мое сердце и поделилась этим со зрителями. Философски подошла к названию. Сама придумала. Сама придумала. Вообще в вашей жизни много интересных моментов? Достаточно. Хочу сказать, все, что я себе напридумываю, со временем исполняется. Но, конечно, я к этому прикладываю максимум усилий. И хорошо, что моя семья меня поддерживает. И, в общем-то, потом я готова делиться со всеми. А скажите, у вас глаза всегда вот так блестят? Или мы сейчас всплакаем? Мы с вами тут надумали, нет? Нет, я люблю, конечно, поплакать и отчасти, но сегодня плакать не будем. Я всегда с большим трепетом отношусь к собеседнику, и мне приятно общаться с вами. Ну и здорово. Ну и в самом начале программы не могу я вам подарить вот этот вот букет для настроения. Пусть он благоухает в течение нашего вечера, нашей беседы. И он в знак вашей выставки. Это ведь кропотливейший труд просто создать, открыть выставку. Вы туда 60 работ поместили в эти замечательные рамы. 20 из них посвящены Индией. Что за индийские мотивы тут скажите мне, пожалуйста? Пытаюсь нести культуру Индии в нашу страну. Ну, дело в том, что я много раз была в Индии, и во многих городах. Это очень большие города, и сама страна такая колоритная, такая насыщенная, что художник, ну, не может не писать Индию. Могу перечислить города, в которых я была. Давайте, дорогие зрители, записывайте. Конечно же, столица Индии – Нью-Дели. Также недалеко от столицы находится город Курукшетра, в котором проживает мой друг, художник, профессор Рам Беранжан. Он меня познакомил с дальнейшими городами Индии, такие как Рохтаг, Канпур, Джайпур, Джодпур, Мумбаи. Ну и, конечно, Гуа – это прекрасное место, где ты отдыхаешь не только душой, телом, но еще и можешь пофилософствовать, глядя на луну перевернутую чашечкой. Боже мой. И когда у вас случилась эта любовь к Индии? Достаточно давно. Первый раз я там побывала в 2012 году как турист. А с 2015 года почти ежегодно я туда приезжаю. И уже совсем с другими планами. Порисовать? Не только порисовать. Я там преподаю. Меня приглашают в качестве педагога и в школы, и в университеты. Я делюсь своим опытом. Им очень интересно место, из которого я приехала. Я говорю, у нас снег. Они не умеют рисовать даже снежинок. Представляете, я детей учила рисовать снежинку. Ну и как получилось? Конечно, все очень даже получилось. Ну, ваша выставка, которую вы организовали на презентации, на открытии, наша съемочная группа была. Почетные гости же были там, играет, да? Да, профессор Рам играл на флейте и был первый секретарь посольства Индии. Приехал из Астаны, поддержал. Мне очень приятно. Это правда высокая честь, то, что такие гости присутствовали на открытии. Как раз у нас, по-моему, снег в тот момент выпал. Ну, было так. Не очень комфортно, но для первого секретаря посольства это, в общем-то, неудивительно. А для профессора Рама очень удивительно, и когда мы с ним осуществляли прогулки по нашей набережной, и где оставался снежок, он его трогал обувью и говорил, он мягкий, он не твердый. Я говорю, ну, улицы не настолько холодно, чтобы снег был твердым. А вы не подумали, дикие люди, дикий народ. Да. Для нас это привычное явление на самом деле. Но все понравилось, да? Конечно. Нам все понравилось. Нам безумно понравилась ваша выставка. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть фрагмент этого замечательного сюжета. Это внимание на экран. В областном художественном музее каждый может познать нирвану. Родина древнего трактата о любви Камасутра всегда манила чужеземцев. Светлана Кравченко не исключение. Ее выставка «Моменты» – это вызов серым будням и обыденности. Вернисаж собрал гостей из далекой страны. Родина древнего тракта о любви Камасутра не исключение. 60 работ. 20 из них написано на тему Индии. Жанры разные. Здесь есть представлен и портрет, и пейзаж, и цветы, и животные. Работы разных лет. Половина работ написаны последние два года, 22-23 год, а остальные работы разных лет. Эти работы участвовали в разных международных выставках. Светлана Кравченко – театральный художник, графический дизайнер, акварелист. В работах виден масштаб и азарт. Автор словно играется с ценителями, приоткрывая все новые грани живописи. Специальным гостем Вернисажа стал первый секретарь посольства Индии в Казахстане Санджай Веди. Светлана – гениальная художница. Мне очень нравятся ее работы. В них много ярких красок. Они наполнены жизнью. На выставке представлены 60 акварельных работ в жанрах портрет, пейзаж и натюрморт. В знак дружбы Санджай Веди подарил автобиографическую книгу о Махатме Ганди, автору выставки. Чтобы дружба крепла. Артем Буланов, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Ой, ну здорово. Скажите, платье-то специально по случаю пошили? Конечно, по случаю. И было оно привезено в 2019 году в виде отрезов тканей, которые нужно было сшить на свой размер. Дело в том, что в Индии женщины в любой фигуре будут красивыми, просто королевами. Потому что Сари прячет все изъяны, так сказать. У нас женщины всегда очень критично относятся к своим фигурам. Но в таком наряде, который был у меня на открытии выставки, я чувствовала себя, правда, тоже королевой. Ну это же здорово. А специально под этот лоскут ткани вы держали? Да, просто этот момент настал, когда нужно было сшить этот прекрасный наряд. Ну здорово. И удача вам большой. Но ведь ничего не происходит случайно. С детства ведь маленькая художница была. Я знаю, в вашей биографии есть такой момент, все дети в детском саду играют в куклы, а я с карандашами и с разукрашкой. Да, так и было. Я очень усидчивая была девочка. Ну и сейчас по сей день уже не девочка, но по-прежнему усидчивая. И я разукрашивала, вот с утра и до вечера могла разукрашивать. И очень аккуратно это делала. И мама вовремя заметила мои такие способности. Мама ведь не из творческой семьи, но мама тоже очень неплохие задатки. Да, мама рисует. Также с самого детства. Но она не получила профессионального образования. Я думаю, если бы ее вовремя отдали в художественную школу. Она жила в деревне в Успенке, недалеко от Павлодара. И если бы там была художественная школа, скорее всего, она могла бы пойти туда. Но ее отдали в музыкальную школу по классу баян. Ну а что, нормально? И что-то под ваше художество баян у вас дома играл? Баян, конечно, не играл. Но мама вообще пошла по профессии бухгалтера. Она стала бухгалтером. Нормально же. Мне помогла реализовать вот мои такие творческие начинания в профессии художника. Свои, наверное, тоже не реализовывали? Возможно, возможно. В маму, значит? Наверное, да. А внешность у красавицы такая у кого? Я не могу сказать о себе, что я прям какая-то особая. Мне кажется, любая женщина, когда она счастлива, она и красива. Так похоже на маму или на папу спрашиваю? Я думаю, это всегда пополам, где-то 50% и от мамы, и от папы. Ну, здорово. Хорошо. Ну и пошли вы, значит, учиться. Мама у вас... Художественная школа же, да, сначала? Да, сначала художественная школа. А художественный колледж – это вообще сенсация. У вас в вашем дипломе регистрационный номер, номер один. Одна была на всем курсе, и что там у вас произошло? Нет, я была просто первой. Нескромно, наверное, так говорить о себе, но все-таки я очень активно достаточно училась и старалась, и мало спала, старалась выполнять достойно работы, которые до сих пор находятся в фондах художественного колледжа. Прошло более 25 лет, но эти работы до сих пор... их показывают студентам нынешним. Мне очень приятно. А что не забрала? Дело в том, что всегда в учебных заведениях лучшие работы остаются для обогащения фонда, чтобы показывать студентам, как нужно. Не жалко было прощаться? Поцеловала и оставляю. Конечно, жалко, конечно, жалко, но... Верните, руководство тоже, верните. Это шутка, я наоборот готова всегда делиться и всегда рада дарить какие-то маленькие подарки, презенты в виде каких-то маленьких работ. Ну, здорово. Здорово. Ну, а смотрите, вы закончились, номер один, но он же кушать не просится, ну, первая, да, студентка, потому что вы же первый набор, да? Да. Первый набор, чтобы вы понимаете, дорогие зрители, только вот открылось отделение, да, отделение в колледже? Да. И вот вы поступили. Еще и первая была зачислена, да, соответственно, раз номер один? Ну, номер шел не по зачислению, а, наверное, по моей активности и старанию, поэтому я первая выпускница с красным дипломом нашего полдарского художественного колледжа. А вот здесь мы, да, вот наши зрители, ну, круто, круто просто, ну, и театр. Потом было, в то время, наверное, не было такой большой проблемы, да, куда идти работать. Сами вас туда и пихнули, да? Вы знаете, это был 98-й год, проблема существовала, куда идти, и я абсолютно... Недотворчество тогда было, да, особо? Абсолютно недотворчество, и, в общем-то, я не знала, куда я пойду, я настолько устала от учебы, нас выпустили, и я решила отдохнуть в Байнауле. Спокойно я там себе отдыхала, но директор колледжа позвонил моей маме, сказал, чтобы я пришла. Да, я вернулась из Байнаула с красным облезлым носом, и он говорит, хочешь работать в театре? Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, иди сейчас к директору театра и скажи, что умеешь делать все. Ну, вот так я и пришла туда. Сказал, а я умею делать все, обдирая сгоревший нос. И что он сказал? Боже мой, неужели свалило счастье какое? Потому что как раз-таки этой должности, как она у вас там называлась? Декоратор художника. Декоратор художника, его и в помине не было, да, в театре? Я вообще не была на тот момент художника, то есть никто не мог мне передать какие-то свои знания и опыт. Я пришла, вот, мне не было 19 лет, когда я пришла в театр, и во все это с головой окунулось. И до сих пор нахожусь там. И не разлюбили театр? Нет, не разлюбила. Ну, зато вы влюбились там, да, по-моему? У вас же замечательный супруг, ему отдельные аплодисменты и привет от нас. Александр Мальцев, заведующий постановочной частью, да, тогда кем был? Так же и был заведующий постановочной частью. Он не меняет должности, да. Привет вам еще раз. Там, да, у вас? Ну, да, наверное, говорят, служебный роман, и, возможно, не имеет продолжения, но я могу сказать, что это не так. Мы живем в браке 25 лет, и, в общем-то, достаточно счастливы. Ну, и сына вы, да, изобрели на сынах. Да, сын, единственный сын мой, Роман, но я им горжусь. Он у меня красивый, высокий парень. Красивый, высокий парень, привет тебе тоже. Но никакого творчества он пока еще не определился. Я пыталась привить ему какие-то навыки, но я вижу, что он другого склада, скорее всего, математического склада ума. Поэтому творчества там не настолько, наверное, много, но посмотрим. Время есть еще, он только в девятом классе учится. Время есть. Ну, показываете свои работы, там, я не знаю, скажешь, Ромочка, сыночек, вот, и он говорит, мама, я тут формулы. Он всегда меня поддерживает и всегда оценивает критически мои работы и говорит, вот здесь ты сделала очень хорошо, здесь настолько реалистично. Но редко критикует. То есть, критикует вы ему. Я тут с красным дипломом, а ты не смеешь. Первый критик, который в моей семье есть, это муж. Вот он может мне сказать, ну, ты знаешь, мне как-то вот эти цветочки не очень нравятся, я больше люблю пейзажи. Я говорю, ты знаешь, что и на цветочке находятся любители. То есть, женщине приятнее получить, допустим, цветы или видеть в своей квартире работу с цветами. А мужчине, наверное, может быть пейзаж, а может быть какое-то дикое животное. Не знаю, у всех вкусы разные. Вы диких животных пицуете? Пишите? Пишу иногда. У меня есть работа, называется «Большая кошка». Там тигр написан акварелью. Эта работа участвовала в выставке в Италии. В общем-то, иногда пишу. Иногда пишу, да. Но больше души. Осень, да, по-моему? Осень. Вообще, время года я люблю осень, но мне нравится писать больше людей даже. Потому что акварельная техника сложная. И передача лица, кожи – это сверхсложная задача. И я с ней справляюсь на 150%. Ну, об этом судить зрителям. Вообще, амбициозная, скажите мне. Вы любите свои работы, смотрите и думаете, боже мой, я вообще не ожидала, что вот эти вот руки могут чего-то там вот такое шедевральное сделать. Акварель, она настолько непредсказуема, то есть не все делает художник. Иногда бывает сценарий идет совсем… Кто вам помогает, ну-ка. Ну, там кто-то свыше, я так думаю. Вот. Но есть такие работы, на которые я спустя какое-то время смотрю, и я понимаю, что, наверное, я так уже не повторю. Но пишут другие работы, и они тоже не менее успешными получаются. В общем-то, как-то так. В общем, круто же. Да. Талантливый вариант. Безумно. Спасибо. Так вот, театр, скажите мне, с чего вы туда пришли работать? Должности этой никогда не было. Зачем нужна вообще? Пришла, говорю, ну вот, пришла я. Да, первая работа, которую мне нужно было выполнить, это написать три десятиметровых перетяга. Перетяг – это такая большая ткань, на которой писалась информация об открытии театрального сезона. И тогда мой муж, еще не бывший мужем, говорит, вот размечай с центра. Как с центра буквы размечать? Я не понимаю вообще. Я придумала свою систему. Когда возникает какая-то трудность, я пытаюсь придумать какую-то систему, с помощью которой я смогу решить эту задачу. Я придумала систему, как быстро разметить эти буквы на десятиметровых перетягах, а их нужно было три написать. И я справилась очень быстро с этой задачей. Конечно, это большой объем, и ползаешь на коленках, там твоя спина страдает. Но тогда молодые, дурные. Да, и доползалась на коленках, что здесь-то, наконец-то, будущий муж говорит, боже мой, так хорошо она ползает на коленках. Вот. Или второй такой экзамен в театре был, когда нужно было нарисовать первый театральный задник. Театральный задник – это то, что видят зрители. Или задний фон, если там находится какой-то пейзаж, там дворец или еще что-то, это театральный задник. Размер его 7 метров на 9 метров. Это большое. Вот если на полу растянуть, а его наши монтировщики, работники сцены, натягивают, набивают на полу, и я его расписываю. Ходишь по нему как по белому полю, то есть это очень большое пространство, на котором ты, когда пишешь, ты не видишь конечного результата. То есть ты не можешь зависнуть в воздухе и посмотреть, как это будет с высоты. Ты пишешь немножко вслепую, но когда вешают на штанкет, есть у нас театральное такое оборудование, на котором поднимается задник. И только потом, сидя в зале, я могу увидеть, получился он у меня или нет. Ну, а для примера, да, что-то маленькое, ну, миниатюрное иллюстрация? Конечно, сначала эскиз какой-то есть. Сама разрабатываешь? Бывает, что-то мы берем из интернета, какие-то, допустим, исторические пейзажи, ну, они уже существуют. На «Мастера и Маргариту» мы делали Иерусалим старый. А, это вот вы, да, я был? Это я, да. Дело в том, что картинка была в каком-то журнале настолько маленькая, что при увеличении вылезают вот эти пикселя, квадратики. И когда я расписывала этот задник, я просто видела, что темнее, светлее, темнее, светлее. Я города не видела. Я просто передавала пятна, темнее, светлее. Потом растянули. А потом, когда повесили, оказался Иерусалим. Ну, здорово. Что вам вот эта работа в театре приносит? Вам хватает своего вот этого творческого посыла, заряда и всего остального? Что? Вы знаете, говорят, в театр, когда люди приходят, бывают люди случайные, которые так же быстро опают. Но есть те, кто работает там достаточно долго, никуда из театра не уходят. Это, ну, как второй дом, что ли. Ну, основная работа что у вас? Театр. Театр. Конечно, да, театр. Не за денег, а из-за коллектива творчества ходите туда? Вообще, мне нравится быть участником какого-то большого мероприятия. То есть, выпускается спектакль. Сейчас у нас на выпуске еще один спектакль. И буквально два дня назад я делала декорации. В общем-то, скоро премьера. Приходите. Ну, здорово. Здорово. А уже здесь как зритель или как критик самой себя сидите в зале и смотрите? Вы знаете, я же искушенный зритель. Я не смотрю на спектакли на наши как вот критик. Я знаю актеров, я знаю моменты репетиции. И поэтому... Знаю, где они там что-то не так сделали. Да, конечно, я это тоже замечаю. Но, в общем-то, не могу я смотреть как зритель. Я могу посмотреть как зритель, когда я куда-то уезжаю. Допустим, приезжаю в Алмату или в Астану, и там я пойду на какой-то спектакль. Я буду сидеть смотреть как зритель. Но иногда будет пробиваться вот этот человек, который из театра, который знает, как все устроено. Сижу в Алматы или в Астане, говорю, что-то задник они там нарисовали. Да, у меня вот получше получается. Бывает ли это? Ну, обычно я не критикую, я пытаюсь наоборот перенять что-то. Если есть какие-то моменты, которых нет в нашей работе, я думаю, как это сделано. Или посоветуюсь, подойду, поговорю с ними. И потом применим это на нашей сцене. То есть в жизни это школа? Учитесь? Конечно. Учимся просто каждый раз. И от работы к работе в акварели я учусь так же каждый раз. Я никогда не подхожу к работе, говоря о том, что я мастер. Перед белым листом я вот ученик. Поэтому как получится, я конечного результата никогда не знаю. Браг бывает? Бывает. И в акварели... Я его могу исправить, да? В акварели редко можно что-то исправить. Это сложная техника. Почему? Потому что в наборе красок нет белого цвета. И существует еще правило о нанесении краски. То есть это не должно быть плотный слой. Много ограничений. И когда я что-то неправильно сделаю, я беру большую губку, мою и правлю, насколько это возможно. Бывает такое, да? Бывает. И поэтому я никогда не повешу свои работы у себя дома. Потому что я знаю, как они создавались. Я буду... Такой внутренний критик будет просыпаться и говорить, вот здесь ты могла сделать по-другому. То есть дома нет ничего вашего? Дома есть работы, только подаренные другими художниками. Интересно. А эти где? А эти? Ну, у людей в других странах, в частных галереях. Вот эти вот, которые сейчас выставлены в музейном фонде? Нет, конечно. Они в музейном. Я думаю, что будет будущее у этих работ. Какие-то работы написаны. Наши павлодарские люди, портреты, какие-то дети там вот... Заберут, купят? Да? Может быть. Все может быть. Нет, а что здесь, это нормально? Все может быть. Дорого оцениваете свою работу? Дорого. Дорого вообще, мне кажется, любое творчество, оно дорого. Дорого-богато, скажем, говорите, да? Ну, не настолько богато, сколько дорого, потому что вкладываешь не только в материалы, средства какие-то, но и свое время, и свои умения. Поэтому это так. Заказывают что чаще? Заказывают? Ну, не так давно заказывали павлодарские пейзажи. Портреты реже заказывают, потому что все-таки это акварель. Наши люди немножечко не воспринимают акварель как вот такое искусство. Если на холсте маслом или акрилом, вот это картина, а акварель это как будто так. А что им не нравится? Там мазки или что? Что им не нравится? Дело в том, что акварель... Уж простите, сказала бы, какой божий лик создал, да, вот такой-то и получился. А что не нравится им там? Говорят, что я красивее на самом деле? Акварель не настолько долговечно считается в плане хранения, как, допустим, работы маслом. Но производители бумаги гарантируют сохранность работы до 100 лет. Поэтому, мне кажется, достаточно этого, чтобы насладиться. Достаточно. А свой портрет писали когда-нибудь? Никогда. А что? Ну, как-то я... Я лучше сфотографируюсь, да? Как говорят, боец невидимого фронта, я не очень люблю публичность и не пишу себя. И, в общем-то, не хотела бы, чтобы другие художники сделали мой портрет. Никогда такой задачи у меня или мечты не было. Но все возможно, ведь? Наверное, может быть, когда-нибудь. Энсамбль вашей работы в частных коллекциях. Я смотрел вашу биографию, и я не мог дождаться, пока мой принтер прекратится печать. Я думал, там, может быть, листочек полтора, а он мне жир-жир-жир-жир-жир, выдает, выдает, выдает. Ну, чего там только у вас не написано. Ну, и по одним пунктам, что в частных коллекциях за границей, да, за рубежом достаточно много ваших работ. Да, много. Дело в том, что я... Уже индию отбросим, да, то, что это второй ваш дом? Да. У меня даже была работа куплена в Италии. Расскажу, если возможно, маленькую историю. Картина с велосипедом, который стоит в снегу, Ее приобрели на выставке международной в городе Фабриано в Италии. Видимо, какой-то бывший, может быть, эмигрант увидел ситуацию и вспомнил, как действительно у нас бывает, когда летом на балконе висят санки, когда зимой на стоянке стоят велосипеды в снегу. В общем-то, обычная история. Для вас обычный пейзаж был, для них это какой-то ностальгия. Разбогатело хоть от этой итальянской покупки? Ну, не скажу, что разбогатело, но нормально заплатили. Не хотите, да, вас сегодня про деньги рассказывать? Нет, не буду. В театре нормально платят? Не жалуюсь, не жалуюсь. Нормально, да? Нормально. А выставку организовать – это безумно дорого. Это очень дорого, но, знаете, дело в том, почему в нашем городе мало выставок проводится именно молодых художников? Ну, я себя к ним немножко еще пока отношу. Ну, слава богу, а что отношу, дорогие зрители? Сейчас расскажу вам все. 43 года, вон, аплодисменты вам. Конечно, относите ради бога. Дело в том, что это действительно достаточно финансово сложно, и у нас чаще проходят выставки юбилейные наших художников, членов Союза художника, либо выставки, ну, если художник ушел из жизни, вот какая-то его такая памятная выставка организуется. Но я решила быть, как говорят сейчас молодые люди, находиться в моменте, здесь и сейчас, поэтому сделала эту выставку. Тем более, что столько выставок было по миру организовано, в которых я участвовала. Правда, большой список стран там. Я видел, да, там. И Америка, и Чехия, и Болгария, ну, очень много стран. И когда тебя знают за рубежом, ну, как-то хотелось подготовиться к тому, чтобы в твоем городе о тебе, наконец, тоже узнали. Ну, здорово, здорово. Ну, так еще вы книгу выпустили с этим же одноименным названием. Моменты, да? Да. Дело в том, что... Это что? Все это разлетится, разъедется. Я уж хоть сфотографирую, сделаю книгу, хоть помню, что у меня было очень большое издание. И статьи, да, здесь? Дело в том, что, да, помимо выставки, то есть собрать, организовать выставку, я еще выпустила такую книгу, альбом. Это не просто каталог с моими работами, а здесь есть какие-то тексты, которые я писала относительно сюжетов. И выступила в этой книге еще и как дизайнер. Второе мое образование – графический дизайнер, поэтому я владею всеми этими программами. А, вот это все вы сделали, да? Это вся разработка. Да, вся разработка и дизайн тоже мой. Мне сразу же попался «Восточный натюрморт» с этой работой. Вот она, замечательная эта работа. История ведь связана, да? Пошла я в магазин, купила в овощной отдел, купила гранат. А потом думала, ну «Восточный натюрморт» же написать надо. А что туда добавить? Возник вопрос. Да. И начинаешь думать, у кого ты можешь что взять из предметов. Это же натура, да? Конечно. Это же поставить. Да, да. Гранат нужно купить еще один, а это вот… Желательно написать достаточно быстро, чтобы гранат не успел испортиться. И куда вы там, в Турцию, куда сгоняли, чтобы докупить-то все это? Ну вот, высокий вот этот графин был привезен мной из Дубаев. Другие предметы у знакомых спрашивала и… И сложилось. Конечно, сложился натюрморт. Иногда натюрморт складывается сначала в голове, а потом ты ищешь предметы. Иногда бывает наоборот. Ты видишь красивый, ну там, вот, например, букет, и понимаешь, что, в общем-то, из этого может получиться какая-то… А вот из этого букета что-то может получиться? Конечно, может. Может получиться. У меня даже подобная картина есть, там только вместо большого цветка вот ромашка большая. И, в общем-то… Ну, девушка же, да, люблю цветы ей описать, да? Цветы. Вот он возьмет, завянет букетик, а тут она тебе, и вот ему ведь… О, сплошные цветы, пионы, что ли у нас тут? Ну, конечно, пионы. Гениально вы просто пишете, потому что я не читаю, узнаю, что это. Вот же ваша работа, вот что-то подобное, да? Да, да, да. Насколько я понимаю. Вот, круто. На самом деле, хватает времени на семью. Ну, расскажите мне. Я всегда шучу. Спасибо за терпение моему мужу. И, как говорят в одном фильме, матерью в их семье был Новосельцев. Это про моего мужа. Нет, ну, ему же уже есть чем заняться в театре. Да, ему есть чем заниматься, но за то время, пока я готовилась к выставке, они заметно стали самостоятельнее. То есть они сами могут приготовить себе поесть, и приготовиться к школе, к работе. А я в это время пишу картины. Пишу картины. Сколько времени уходит на одну работу? На одну работу, в зависимости от того, какой размер и насколько много деталей, потому что работы детальные. Бывает, что 4 дня по 5 часов я не отвлекаюсь и пишу одну работу. И потом уже не до чего. Конечно, не до чего. Я, бывает, и живу в мастерской, и домой не прихожу. Ну, ты как-то хоть созвоны какие-то нормальные? Конечно, все. Нет-нет, муж абсолютно заверяет. А то ушла в мастерскую, потом приношу вот эту вот замечательную картину с обезьянами, говорю, я их писала, да? Ну, конечно. Скажите, а как вот, это не натура же, да? Это... Как она там, она же жует у вас там, ее же не скажешь, обезьянка полтора часа. Иногда я пишу по фотографиям, которые я сделала в путешествиях, поэтому это тоже реальный кадр из моего путешествия в городе Мумбаи. Ну, это просто замечательно. Нет, у вас много животных. Куры даже, да, есть? Я смотрю. Знаете... А, еще двуязычный, да, у вас? Да. Я универсальный художник. Я считаю, что нужно уметь писать все. И портреты, и цветы, и животных, и задник театральный. И если нужно дизайн интерьера, в общем-то, я только пока не пробовала из гранита что-нибудь сваять. Все остальное я умею. Да, вы что? Да, вообще вы три в одном, да, как я понимаю? И художник акварелист, и вот этот дизайн, и все на свете. Три в одном. Так вот, ладно, новосельцев новосельцевам. Кушать, готовить любите, нет? Вообще, доходят руки ваши от кисточки как-то вы там? Когда доходят руки, то да, конечно. Я очень люблю готовить. И всегда мои гости, мои друзья всегда очень радуются, когда мы собираемся вместе, и я там готовлю какое-то основное блюдо. Очень люблю готовить блюда из мяса, из рыбы. То есть кулинария, это так, могу, но не очень люблю. Пироженки, это не очень, да? Нет, не моя история. Для этого есть там пара у нас известных магазинов, да, кондитерских. А вот мясо вкусно запечь, это... Ну и рассказывайте рецепт. Принесла я, пошел. Я расскажу историю. Это на самом деле было удивительно. К нам приехали друзья из Алматы, они тоже работают в театре, и мы отмечали вместе Новый год. Тогда я приготовила, запекла мясо. На новогоднем столе все было шикарно и вкусно. И спустя какое-то время, вот один из друзей из Алматы говорит, слушай, моей жены день рождения, какую ты часть мяса покупала, вот ты мне расскажи рецепт, как ты его готовила. Я тогда пошутила и говорю, покупай мне билет в Алмату, я прилечу и приготовлю. И так получилось. То есть это вот за один день решение было принято, и я прилетела на один день в Алмату, конечно, этим очень порадовала своих знакомых, и приготовила мясо для... Вы правда их порадовали, да? Конечно. Боже, как мне кажется, блин, да, зачем я спросила у нее про этот кусок мяса? Ну, это было удивительно, это правда. И вы там сделали это мясо? Да, я приготовила мясо и на следующий день улетела из Алматы. Так вот мясо, как вы его там, необычно. Вы вообще писали мясо когда-нибудь? Мясо никогда не писала, но, конечно, любое мясо, главное, хорошо посолить и добавить немного специй, ну, и какой-нибудь секрет немножко любви, наверное. Ну, фирменный какой-то есть, да? Да, есть. Ага, и всегда получается все? Получается, да. Я как-то вот ни разу не испортила ни одно блюдо. Ну, здорово. Ну, вон, сколько лет вы в браке? 25. Ну, 25 лет. Это аплодисменты безумные просто. Круто. Наверное, блюдами своими, а не картинами. Ну, знаете, бывают такие моменты, когда я прихожу, а у меня на столе муж приготовил оливье или салат-шубу и встречает меня с ужином, потому что я очень занятой человек. В 40-градусную жару в июле месяце оливье под шубой. Очень занятой человек. У нас оливье – это не праздничный салат абсолютно, поэтому не только на Новый год. А мы его просто так, да? И чаще всего готовит его муж. Ну, здорово. Повезло вам? Вообще счастливое? Конечно. А, ну вы и говорили, что там выше, да? Конечно. Еще как повезло. Да. Ну, круто, круто. У вас есть такое своего рода кредо, да? Иметь идею, да? И надо найти свой путь и идти по нему. Вот, свою философию теперь. Расшифруйте мне, пожалуйста. Найти свой путь. Путь вы свой нашли в детском саду, по-моему. Да, хорошо, если ты решил, что это твой путь. Дальше двигаться по вот этому пути, интересному творчеству. Все время открываются какие-то новые горизонты. Интересно, когда кому-то становится интересно твое творчество. Кто-то его может оценить. Просто продолжать двигаться. И вообще, я надеюсь, что я несу чистое, доброе, как там? Светлое, да, по-моему? Светлое. Вот вылетело из чего-то. Что-то, в общем, хорошее что-то я несу, да? Все эти разумное, доброе, вечное. Поэтому я надеюсь, что сею разумное и доброе. Но если это будет вечным, я буду счастлива. Ну и будьте счастливы, потому что действительно делаете просто шедевры. А ваш круг общения все-таки больше творческие люди, которые разбираются вот в этом всем, в этих мазках? Люди разные. Дело в том, что со временем я организовала маленькую студию для взрослых, которая называется Немалевичи. И там люди абсолютно разных профессий, не художники, но, видимо, когда-то хотевшие рисовать или увлекающиеся рисованием. И поэтому я им вот взяла такую смелость на себя, преподаю акварель. И мы выставились уже четыре раза в нашем городе. Это были большие выставки. И прошлую выставку даже посетила администрация города, чему мы несказанно рады. Ну, привет, молодцы. Ходите по выставкам, здорово. Так что... Немалевичи. Светлана Чистякова была у нас недавно здесь в студии. Ну, замечательная, да? Подруга ваша, да? Конечно. У меня много подруг, все Немалевичи. Она Немалевич, да? Она Немалевича. Ну, не все, а неплохо у нее там. Вот она про вас, по-моему, здесь в студии говорила. Вот, ну, не светится глаз, и все, подойдет что-то там. Раз, и он стал живой. Вот, да? Да, это очень хороший опыт для меня, опять же, передавать какие-то свои знания людям взрослым. А люди взрослые, они отличаются от детей тем, что имеют много страхов. Поэтому желательно все страхи убрать и просто прийти, и у вас обязательно получится. А я в этом смогу. Ну, а если не дано или не бывает такого? Вот не бывает такого. Любой человек может творить. Это только лишь ограничение в голове. Ну, это же пропорции какие-то. Вон, в садиках психологи проводят всякие тесты, там, ребенок рисует лицо, они потом разбирают пропорцию глаз, носа, рта и всего остального. Ну, вот они и рисуют, как хотят. Пришел взрослый человек, я. Есть определенные... Ну, я вот, ну, вообще никак. Есть определенные секретики, благодаря которым ваша работа обязательно будет и в пропорциях, и красивая получится. Приходите. Приходите. Мы вас ждем. Но все-таки при вашей помощи. Конечно. Ну, я помогаю. Ну, на начальном этапе, конечно, я даю свободу своим ученикам, потому что они должны получить свой какой-то опыт, сделать свои какие-то ошибки, сделать свои какие-то ошибки. Но потом мы их, конечно, исправляем. Ну, а у них не сносят крышу? Они же вообще не учились. Большинство скажет, вот, спасибо ей. Она там с дипломом номер один, да, я тут за полгода художник. Некоторые, некоторые настолько становятся амбициозными, что даже не подпускают меня к своим работам и говорят, ты мне не испорть. Обнаглели, обнаглели. Скажете потом после программы, кто эти люди. Это шутки, но все равно люди уходят счастливые, с красивыми работами, иногда даже забывают свои сотовые телефоны, потому что в руках у нее ее работа. Она ее сегодня закончила и несет домой. И отставляют в студии свои сотовые телефоны. Ну, и здорово. И здорово. А этот вот Мималевич ваш, он вам зачем нужен был? Когда-то в 2016 году я решила создать. Почему? Потому что акварелистов, к сожалению, в нашем городе и в Казахстане достаточно мало. А на тот момент я являлась лидером международного акварельного сообщества в Казахстане. Это большое сообщество, в котором сейчас находятся 130 стран. И на тот момент Казахстан там не был представлен никем. Я однажды поучаствовала в этой большой международной выставке и решила, что нужно развивать акварель в Казахстане. Но не найдя поддержки со стороны художников, я решила организовать студию и воспитывать своих акварелистов. И все, и пошло-поехало. И пошло, и поехало. И пошло, и поехало. Ну, о профессионализме там в любом случае речи не идет. Эти люди не сделают персональные выставки. Вы делаете общие вот в рамках Мималевича. Вы знаете, дело в том, что люди, которые приходят, посещают наши выставки, они отмечают, что это достаточно высокий профессиональный уровень работ. Потому что все поддается моему контролю, и мы делаем очень хорошие выставки. Кроме тех, которые говорят, не подходи к моей картине, не испортишь. Вообще позитивный человек. Ну, стараюсь. Несмотря ни на что, никогда не унывать, не складывать руки, не сдаваться, а двигаться вперед. Как говорят самураи, да, не вижу цели, вижу только путь. Поэтому... А индийцы, как говорят, у них есть своя какая-то... Ой, индийцы, они очень философский народ. Они достаточно спокойно относятся к каким-то событиям. Говорят, хорошо, расслабься, отдыхай, не напрягайся. Вот они чаще всего так. Я могу там готовиться к выставке, бегать, что что-то не готово, там кто-то еще не отзвонился, там что-то не принесли. И расслабься, отдыхай. У них так вот. Релакс и энджой. Ага, а вот и энджой. А вы критики, кроме вот сына, да, если где-то у вас там, ну, это, может, святые вещи, как относитесь? Вот вы прожили это, вы же сами говорите, нужно работу прожить. Ну, без понятия, как это, но вот каким-то образом вы проживаете. А тут на тебе кто-нибудь или апнул. Всегда я делю эту критику на два момента. Если это критика конструктивная от человека профессионального, знающего, что это такое, знающего тонкости этого дела, я обязательно прислушаюсь и поблагодарю. А если критика… Это от Нималевичей? Ну, иногда и от них тоже. А если критика неконструктивная от непрофессионального человека и еще более того, она никакого отношения не имеет к моему искусству, я просто пропущу это. Не буду даже акцентироваться на это. Вообще, прощаться с людьми можете? Вот из-за каких-то, я не знаю, шалостей, подлостей, чего-то там еще? Было несколько раз в моей жизни, когда пришлось остаться с людьми, но я думаю, от этого никто сильно не пострадал. И я ничего не потерял. И я ничего не потерял. Ну и здорово. Отличная героиня была у нас сегодня, дорогие зрители, с огромным просто удовольствием принял вас сегодня. Светлана Кравченко, ну, замечательный просто художник, путешественник, я не знаю, и все-все-все-все-все у вас вкупе. Дай Бог вам здоровья, удачи и творчества, творческого полета. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Дорогие друзья, в работе закончилась наша программа. Замечательная команда помогала мне сегодня. Режиссер программы – это Павел Баренев, звукорежиссер – Даулин Сулейменов, видеооператоры – это Максим Носков, Станислав Кекин, Дамир Лишанов, стилист программы – Наталья Фохт и я, Тимофей Голев. Желаю вам спокойной ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова